Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор флюорокарбона от японской компании Yama Toya, модель флюорохорисофон. Японская компания Yama Toya это один из лидеров по производству плетеных лесок, флюорокарбонов. Достаточно популярна она у себя на родине в Японии, но у нас, к сожалению, продукция Yama Toya пока не так популярна, как, к примеру, Sunline или Varivas. Но вот на самом деле Yama Toya делает классную продукцию, широкий ассортимент плетеных лесок, флюорокарбонов в ее, так скажем, активе. Ну и вот о флюорокарбоне, флюорохорисофон я бы хотел в данном обзоре рассказать, ну и показать. Данный флюорокарбон является поводковым, идет он в намотке 50 метров, выпускается в 17 диаметрах от 1,5 до 24 по японской классификации, ну и мощностью от 6 до 70 либров. Поставляется флюор вот в такой вот партиковой упаковке, внутри которой находится бобина с флюором. У меня на обзоре флюор толщиной 7 по японской классификации, по нашей, так скажем, общепринятой метрической системе, толщина составляет 0,435 миллиметра. Флюор располагается на достаточно такой вот объемной массивной бобине. Для фиксации флюора предусмотрена небольшая клипса, но прорезь под клипсу достаточно небольшая, поэтому вот такой вот достаточно толстый флюор, если фиксировать в клипсе, у вас может во время перевозки хранения выскакивать из вот этой прорези, поэтому, соответственно, рекомендую его фиксировать не в клипсе, а непосредственно рядом с ней. Флюор бесцветный, жесткий, на ощупь гладкий, флюор очень износостойкий. Хорошие показатели по разрывной нагрузке у данного флюора. Ну вот, флюор толщиной 0,435 миллиметра имеет разрывную нагрузку более 11 килограмм. Причем, хотел бы отметить, что флюоры от компании Yamatoi имеют очень хорошие разрывные нагрузки на узле. То есть, некоторые флюорокарбоны имеют хорошую разрывную нагрузку, но если сделаем узел, то он существенно теряет. То есть, может там терять 30-35 процентов, а вот флюорокарбоны от компании Yamatoi, как правило, теряют на узле не более 15 процентов. Так, данный флюор очень износостойкий, повторюсь, жесткий, надежный. То есть, если ловить, к примеру, в каких-то закоряженных местах, где большое количество камней и тому подобное, данный флюорок не подведет. Можно его использовать и при ловле рыбы в пресной воде, и в морской. Флюор хоть и поводковый, но размотка 50 метров вполне достаточная и для использования его в качестве основной лески. Производится данный флюорокарбон в Японии. Имеется соответствующая надпись на упаковке. Ну и хотел бы отметить, что, несмотря на, так скажем, японскую родословную, данный флюор имеет очень доступную цену. Ну и по соотношению цена-качество, это определенно одно из таких вот удачных находок на рынке. Поэтому, тем, кто использует флюорокарбоны в своей практике, рекомендую обратить внимание на продукцию Яматоя. Ну, в частности, на такую вот модель, как флюорохорисофон. Приобрести данный флюорокарбон можно в интернет-магазине F-магазин. Ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду RECA вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте F-магазин. Пользуйтесь. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok